В интернете очень много, на самом деле, как отвечать на вопросы, почему QE. Особо ничего там, потому что люди, которые знают, как отвечать, они не пишут, как правило, как отвечать. Но главная суть того, что нужно сказать, вы должны дать понять своему интервьюеру, что QE не только в работе, что вы в жизни, что вопрос качества для вас, он главный во всем. Что вы любите использовать качественные вещи, что вы любите все делать качественно во всем. То есть качество для вас превыше всего, а не потому, что вы любите хороший качественный софт. Не только софт, все. Допустим, я поэтому можете сказать использую iPhone, потому что я считаю, что он качественнее, чем Android. Я так считаю, поэтому я его использую. Например, это, кстати, я сказал на обоих интервью, это очень хорошо сыграло. Будьте готовы к вопросам необычным. Например, назовите три компании, которые вы ассоциируете себя с ними. Думайте, что на это отвечать. Не надо говорить там Adidas. На самом деле там идет еще почему. Вот, допустим, Adidas, потому что это символ качества. Или, допустим, Google, это потому что символ инноваций. Например, да, или там, ну, такого плана. Да, и чем будут ваши ответы как бы экстравагантнее, тем вы больше просто запомнитесь. Вам главное запомниться еще. Потому что люди потом, когда будут сидеть за круглым столом, round table называется, обсуждать вас, вот эти вещи, которые вы скажете, там, что, допустим, у вас просят какие компании, вы, допустим, скажете, там, SpaceX, да, вот эта компания, которая частная запускает, Илона Маска, которая, это отразится в памяти человека. Человек запомнит, что, ну, он сказал там не, например, там, не какой-нибудь там LinkedIn, там, потому что там хорошо кормят, например, или еще чего-то. Ну, вот он сказал такое, потому что, вот, он считает, что это будущее. Вы можете сказать, там, я считаю, что космический туризм это будущее, поэтому SpaceX это отразится на компанию. Да, GoPro, там, из фичечного коробка, фотографии разговаривали просто. Такие вещи. Так, идем далее. Получили оффер. И в итоге вам дали два оффера? В итоге мне дали два оффера. Один оффер был в большую очень компанию, огромную компанию, где больше, там, почти по две тысячи человек, которая занимается производством устройств, которые наша компания, кстати, использовала в качестве сториджа. Значит, один оффер туда, один оффер в маленький стартап, который делает роботов. Он делает реально роботов, охранников на заправке, стоянки всякие. Microsoft их уже использует. То есть, все-таки с девайсами все связано. Да. И вторая компания, там, 10 человек, они в гараже, у них мало денег. Первая компания огромная, у них много денег, они сразу согласились заплатить, насколько я хочу. Еще и акции дали на 30 тысяч плюс. То есть, у меня там выходило, что с акциями, там, 150 тысяч в год будет. А в маленькой компании, там, дали поменьше чуть-чуть акций, только equity их компании, потому что она не публичная, соответственно. Совсем другой разговор. И совсем другие бенефиты. Если бы, если бы ваш нынешний вот этот наниматель не стал бы вам делать, так сказать, там, мэтч, а сказал бы, ну, иди тогда, вот вы бы из двух какую выбрали? Это очень был бы интересный вопрос, потому что, с одной стороны, это много денег, хорошие бенефиты и стабильная работа, а с другой стороны, это возможно заработать, там, миллионы через два года на этом IPO, если компания выстрелит с роботами, например. Из гаража. Да. Что, на самом деле, вероятность-то небольшая. Да, кстати. То есть, вероятность, там, может, 1 из 100. Потому что таких маленьких компаний, которые делают роботов, очень много, на самом деле, силиконовое удаление. Вот два оффера. Хорошо, подождите, но вы хотели остаться вот там, где вы сейчас? Вот на тот момент не хотел. Так. Я был уверен, что я уйду. Мне казалось, что я исчерпал абсолютно, я получил весь свой опыт, исчерпал все свои возможности в этой компании, и мне некоторые вещи не нравились в процессе, который я делал. То есть, мне не нравилось, что меня иногда просят делать manual тестинг, когда не успевали, там, у меня было, там, 2 дня в неделю, я мог только manual заниматься. Мне это не устраивало, я хотел только писать код, и это одна из причин была. Я прихожу к своему VP по инжинирингу. А небольшая компания вообще сразу к VP? 240 человек. Мой менеджер был в maturity-отпуске на 4 месяца. А, девушка. Да. Соответственно, следующий над ней – это VP. У нас никаких лидов, никого нет. Тем более, лиды не решают такие вещи. Я пришел к VP и сказал, так и так, просто я решил уйти из компании. Вы должны всегда делать так. Никогда там не ложите свой оффер, типа, вот, у меня оффер, смотрите, или там, я хочу больше денег, шантажировать. Нет, я хочу уйти из компании. Они должны сказать, а почему? Да. Всегда любой уважающий себя менеджер спросит, почему, потому что он должен понять, почему вы уходите, что надо сделать так, чтобы вы не уходили, тем более, когда вы немного отработали. Я отработал там всего 8 месяцев на тот момент. Да. И мне уже подняли один на зарплату. То есть, ему очень это было интересно. Я ему объяснил, что первое – я ничего про деньги не говорил, естественно. Сказал, что первое – мне это не нравится, что я хочу больше, я хочу быть именно сеньор-инженером, я хочу писать код, это у меня получается. А он знал это. Он уже был очень доволен моей работой, изменениями, которые я принес в компанию и так далее. То, что я там взял овер, много очень чего раньше, просто никто не хотел заниматься и не мог. И он сказал, могу ли я что-то сделать, чтобы ты остался. Слушка, найду сам. Я сказал, что я не знаю, но я думаю, что нет. После чего он, тогда я уже хотел уйти, после чего у нас есть кофандер наш, он сказал, я хотел бы, чтобы ты еще с ним поговорил. Он сказал, окей. Это кофандер, человек, который из Cisco, он уже второй стартап продает, это его уже, да, второй получается стартап, который работает очень опытный человек, который там… Он уже в возрасте? Нет, это, ну как, это индус лет 50, такой бодренький. Ну, постарше все-таки, да. И он провел со мной беседу, на самом деле, объяснил мне, почему большие компании плохи, почему совсем маленькие плохи, почему средние идеальные. И, кстати, что потом я убедился… Ну, разумно. Буквально через две недели я убедился в его словах. И он сказал, что все вещи, которые тебя не устраивают, мы готовы их устранить, потому что мы хотим тебя сохранить у нас в компании. Ну, дорогого стоит такое. Ну, да, скажем так. Ну, конечно. После чего я дал просто три пункта, которые я хочу изменить. И сказал, естественно, я хочу salary compensation, потому что… Ну, сами понимаете, у меня есть offer уже. Он сказал, конечно. И он еще до этого, еще до того, как я compensation произнес, все равно уже звучало, что мы готовы уйти. Я как бы сказал, вот у меня такой-то offer. Получился raise 25 тысяч. Вы показали offer или вы на словах? Нет, на словах, конечно. Когда вы тут уже какие-то начинаются непонятные отношения, там, покажите offer, все, конечно, так, на словах. Он понимал, что я ухожу, потому что я говорю, я ухожу. Ну, кто какой будет, там, ненормальный совсем человек без offer, говорит, что я ухожу, ему могут сказать, ну, иди. И все, мне сделали матч. Мне сделали все, что я хочу. Фактически я сейчас главный API-инженер, единственный в компании, которая отвечает за все API. И меня знает CEO. Ну, что вы, грубо говоря, дорвались. Да, и CEO теперь там подходит постоянно со мной разговаривать, который там на Bloomberg интервью, на CNBC была, нашего CEO. Потому что он узнал про меня, потому что тот пришел к CEO. С такими рейзами так просто не поступают. Вы ему скажите, в следующий раз будешь на Bloomberg? Вот расскажи про меня. Да. И я... То есть, да, я очень доволен сейчас, на самом деле, то, что так вышло. Потому что идеально просто у меня сейчас получается положение. То есть, на работе. А жена вами гордится? Ну, я думаю, да. Но она говорит что-то, как-то она реагирует на эти перемены. Ну, да, кстати, она реагирует в том плане, что она теперь хочет дальше и больше денег. Потому что она понимает, что это все реально. И начинает уже завидовать. Подождите, но вот вы говорили, что она у вас освоила там какую-то автоматизацию. API тестировал. Это не привело к повышению зарплаты у нее? Ну, у них просто, получается, компания очень маленькая. И прям позиций, API тестеров у них нету просто. У них нету возможности. Ну, она просто сейчас вот мы ее на маркет. Сейчас будем выводить и будем искать. Хорошо. Она у нас уже снималась на канале. Вы скажите, пусть как работа найдет. Мы ее еще проинтервьюруем. Продолжение следует...